Наконец-то! Я так долго этого ждала. Начинаем выходные с новостей от очередного инсайдера, который убогий поведал об очередной истерике недоголливудской актрисы. Как вы знаете, на днях стало известно, что Мэган таки победила в суде против британской газеты The Mail on Sunday. Газета опубликовала письма Мэган ее отцу и была жестоко наказана. Они даже подавали апелляцию, но доказать так ничего и не смогли. Мэган заявила следующее, «Эта победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо боялся отстаивать справедливость». Все понятно, да? Правда, теперь на уши встала общественность, но это уже тянет на отдельную статью. В общем, Мэган бы радоваться победе, но она снова в истерике. На этот раз из-за фильма «Принца и пресса». Как я уже ранее рассказывала, вторая серия была максимально странной. Сложилось впечатление, что ВВС вроде и БКС помириться хотел, но и с сасекскими отношения портить не планировал. В итоге вышел кривоватый фильм, который вообще никому не понравился. Во второй серии Мэган и Гарри выставили такими себе неандертальцами, которые вообще не ведают, что творят, хотя на самом деле я с этим вообще не согласна. Ну да ладно. И это сильно зацепило герцогинюшку. Так сильно зацепило, что она даже выпустила очередную слезливую речь. «Ой, простите». Инсайдер сказал да-да. Мэган и Гарри были поражены тем, как их показали во второй серии фильма «Принца и пресса». Сложилось впечатление, что их специально унизили, чтобы вернуть уважение королевской семьи. Это неправильно. ВВС поступил несправедливо, выставив одну сторону конфликта жертвой. Причем королевская семья никогда не была жертвой. Заявила Мэг. Информатор. Ох ты ж боже мой. Мэган, срочно беги подавать в суд на издание. Тем более, что опыт уже есть. В таком невыгодном свете выставлять целое семейство. Да как только язык поднялся. Гарри и Мэган уже поняли, что пресса делает все, чтобы их оклеветать. «В Британии все делается в ожидании реакции монархии. И если что-то не понравится королевской семье, то значит в эфир это не выпустят», – заключил Инсайдер. «Знаете, когда-то я мечтала работать в СМИ репортером. Или журналистом, который бы вел свою собственную колонку, где проводились бы всякие расследования. И в какой-то степени мне обидно, что Сасекские обвиняют прессу. Дескать, та порочит чистое имя пары. Чистое имя порочит сама пара, а пресса лишь показывает это всему миру. Так что все претензии не ВВС предъявлять надо, а самим Сасекским, хотя ВВС тоже напортачили сильно, я их не защищаю». Почитала Инсайдера и чуть слезу не пустила. Правда пересмотрела фильм и не поняла, что же там такого плохого сказали о Гавриках. Кстати, на своем я опубликовала два кусочка видео с переводом, которые Дзен заблокировал. Кому интересно, прошу к просмотру. Ежегодное вручение премии Бафта – важнейшее событие для британской кино и телеиндустрии. Данная церемония награждения в некотором смысле является репетицией перед всемирно известным Оскаром. Разумеется, трансляция такого престижного мероприятия – большая честь для любой вещательной компании. С 1947 года этим занимался канал BBC One. Однако с недавних пор сотрудничество корпорация с Британской академией кинематографического и телевизионного искусства стоит под вопросом. В настоящий момент президентом Бафта является принц Уильям. После выхода нового документального фильма BBC герцог Кембриджски имеет все основания негативно относиться к компании и вполне может саботировать ее участие в церемонии. Журналист Амал Раджан в своей работе «Принца и пресс» назвал Уильяма и его супругу Кейт Мидлтон мошенниками. А также обвинил принца в том, что тот организовал атаку СМИ на своего младшего брата Гарри. Кроме того, BBC отказались провести предварительный показ фильма для королевской семьи, чем спровоцировали еще одну волну возмущения. «Его высочество не понимает, почему он должен помогать BBC, если они с презрением относятся к нему и его семье», – прокомментировал ситуацию один из придворных. Уильям уже запретил компании показывать на своем канале благотворительный концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, который он организует вместе с Кэтрин. Отметим, что некоторые высокопоставленные сотрудники BBC были шокированы фильмом «Принца и пресса». По их мнению, Раджан Амал недостаточно компетентен, чтобы освещать столь рискованные темы. За годы жизни в качестве королевской особы герцогини Кембриджская выработала фирменный стиль для публичных выходов. Гардероб Кейт отличается сдержанной элегантностью и состоит в основном из классических вещей вне времени. Супругу принца Уильяма не гонится за последними трендами, избегает экстравагантных силуэтов и ярких цветов. Впрочем, обыграть какой-нибудь необычный предмет одежды не составляет для нее труда. Так, на выставке Фаберже Кейт появилась в ретро-образе, вдохновленном эпохой 70-х. Герцогини Кембриджская выбрала блузку от Ральф Лоренс с узором пейсли, который известен также, как турецкий огурец. Подобными рисунками украшали ткань наши далекие предки, а в 70-х годах прошлого века принт с восточными мотивами стал одним из символов движения хиппи. Главными популяризаторами огуречного узора в Британии стали музыканты из группы Битлз. В наши дни Кейт Мидлтон вспомнила об этом тренде, когда выбирала наряд для посещения новой экспозиции музея Виктории Альберта. На выставке были представлены работы Карла Фаберже и его фирмы, в том числе обширная коллекция знаменитых пасхальных яиц. Некоторые из этих уникальных ювелирных изделий, созданных для императорской семьи, впервые демонстрируются в Великобритании. Будучи официальным патроном музея Виктории Альберта, Кейт Мидлтон не могла обойти экспозицию стороной. Она осмотрела драгоценные экспонаты, а также побывала на специальном показе картины Фаберже в Лондоне «От романа до революции». После появления Меган Маркл на ток-шоу своей подруги, 63-летней Ленда Дженерис, эксперты заговорили о том, что герцогиня подумывает о создании собственного проекта и стать второй опрой Уинфри. По словам источника из окружения Сасекских, 40-летняя супруга принца Гарри нацелена на новую работу мечты, которая, возможно, повысит ее популярность и власть. После шоу Елен Меган вернулась домой, окрыленная новой мечтой. Ей очень понравилась идея выбирать того, с кем хочешь пообщаться в интервью, а потом веселиться, затрагивая острые темы. Довольно увлекательно, учитывая то, что это может повысить ее популярность и влияние в Голливуде. «С точки зрения брендинга и коммерции это несложно», сообщил источник в интервью журналу HIT. После сложения своих королевских полномочий переезда в Калифорнию, герцог и герцогиня Сасекские заключили несколько крупных сделок с такими компаниями, как Spotify и Apple TV, а летом было объявлено о старте их первого проекта со стриминговым гигантом Netflix. Несмотря на достаточно активную занятость пары, вдобавок ко всему Меган выпустила детскую книгу «Скамейка», а Гарри заявил, что в начале 2022 года выпустит мемуары о своей жизни. Герцогиня Сасекская, вероятно, стремится дополнить свое постоянно растущее резюме. Если последние несколько лет чему-то и научили Меган, так это быть уверенной в себе и оставаться верной корням и основным убеждениям. Она гордится своим опытом в сфере развлечений и любит находиться рядом с другими знаменитостями. Меган гордится тем, что принесла людям много радости и веселья и планирует развиваться в этом направлении. Просто пока она пытаясь понять, как и когда, отметил источник. Инсайдер также добавил, что на сегодняшний день иметь свое собственное шоу очень престижно, поэтому в своем намерении Меган Маркл, вероятнее всего, пойдет до конца. В конце прошлого месяца в королевской семье крестили сразу двух наследников – сыновей принцессы Евгении Изары Тиндау. Эксперты уверены, что присутствие королевы Елизаветы II на церемонии стало большим ударом для герцога и герцогини Сасекских. Всем известно, что в последнее время ее величество испытывало проблемы со здоровьем и отменяло все свои деловые встречи. Однако Кристина двух своих правнуков пропустить не смогла. Королевский эксперт Нил Шон на своем канале YouTube рассказал, ссылаясь на источник из окружения пары, что принц Гарри и Меган Маркл планировали в точности такую же церемонию крещения для своей дочери Лилибет. Они тоже хотели провести Кристины по-королевски в присутствии Елизаветы II. Присутствие ее величества на Кристинах до последнего оставалось неясным, было даже непонятно, будет ли она вообще в Виндзоре в то воскресенье. Но она собралась и смогла присутствовать. Теперь, спустя несколько дней, двое бывших членов королевской семьи в США почувствовали себя не очень хорошо. Нил предположил, что Гарри и Меган не понимают, что они вне королевского поля зрения, поскольку сложили с себя королевские обязанности в марте 2020 года. Они хотели быть нормальными людьми вне общественного внимания. И ее милостивое величество королева своим поступком дала им самую большую пощечину, которую только можно было дать бывшему любимому внуку. К слову, сасекские официально не заявляли о желании крестить свою дочь в Виндзоре. Но некоторые королевские эксперты, в частности Ричард Идден из Daily Mail, уверен, что Гарри и Меган хотят, чтобы Лилибет, как и ее брат Арчи, крестили с участием членов королевской семьи.